Всем привет! Добро пожаловать на одиннадцатое занятие нашего курса английский язык для начинающих и сегодня мы с вами говорим про вещи, про предметы, которые могут быть у нас, про количество этих предметов и про то, как мы можем на них указать и рассказать о них. Сейчас мы с вами соотносим эти наши предметы в серединке со словами, которые у нас здесь есть по бокам. Next one we have desk, desk. So that's an interesting word because desk we usually use to study or to work. So here is it, desk. Next one we have keys. Let's look, where are keys? Here are they, keys. Let's go here. Yeah. Next we have clocks, clocks. So can you remember what time is it? Look at the clocks. Yes. What time is it? Look at the clocks. Yeah, clocks. So where are they, clocks? Here. Good. So next we have lamp, a lamp. So it's easy. Here is it, lamp. So next we have business cards. So cards it's obvious, yes. But what is business? What is business? Business cards. Look here. Here are they, business cards. And in Russian we can say that business cards are наши визитки. So next we have boxes. Yes, here they are. Boxes. Great. Picture is here. Картина. Great. Picture. Next we have chair. Chair is here. Very good. So let's go to the next list of words. Next we have bag. A bag. A bag. A bag. Here is it. It's a bag. Next we have laptop. So let's look here. It's a laptop. So now let's look at this word computer. Yeah. So computer it's in Russian computer, but laptop in Russian notebook. So here we have two different words. Bank card. Bank card is here. of course. Bank card. Dictionary. Dictionary. Here is dictionary. Словарь. Mouse. Where is mouse? Here. Mouse. Newspaper. Here. Gazeta. Newspaper. Notebook. Notebook. No, it's not a laptop. It's not this one. Notebook is here. Тетрадь. Yeah. Next pencil. Pencil. Table. Here is table. So and the last one we have watch. And here watch we usually wear on our hand. Yes. But when we are talking about the big clocks. Yes. On the wall we say clocks. Here you can see it. So and now let's think what words are in plural form and what words are in singular form. Okay, стеренс, какие же слова у нас здесь стоят во множественном числе. Давайте посмотрим. Keys. Ключи. Clocks. Часы. Business cards. Да, визитки. Boxes. Коробки. Very good. Тут уже у нас все в единственном числе стоит. И скажите-ка мне, пожалуйста, что указывает на множественное число, да? Как мы здесь поняли, что у нас множественное число? Конечно же, это буква S. Very good. Но не все так просто на самом деле. Посмотрите-ка вот на эту таблицу сейчас беленькую. В большинстве случаев most words, да, мы просто добавляем букву S. Например, вот у нас ключи, да, наши, key. Мы добавляем S. И точно так же мы сделаем с pens, ручки, да, например, chairs тоже мы можем написать, стулья, да, pictures, картины. То есть мы просто поставим в конце S. Но что же будет, если в конце нашего слова стоит X, S, S, SH, CH, то есть в конце стоит шипящий звук. Мы не сможем просто так поставить S. Например, вот у нас слово box, да. Если бы слово box было бы просто вот так, box, да, слышите, да, мы бы вообще не поняли, что они во множественном числе. Соответственно, чтобы услышать нашу S в конце, мы разделяем наш конечный звук, да, box, с S, 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 S. И получается boxes. И посмотрите, добавляем мы и еще. Box, boxes, я. Ну, например, точно так же у нас есть слово fox, леса. То же самое у нас будет foxes, да, видите, тоже X на конце. И еще одно правило, когда у нас стоит согласный, посмотрите, consonant это согласный, да, согласный на конце нашего слова. И после согласного стоит буква Y, да, например, в таком слове, как city, город, да, посмотрите, T согласный, Y стоит в конце. Вот тогда у нас не просто S будет прибавляться, посмотрите, а будет прибавляться I и S, причем в этом случае Y будет вообще убираться. Посмотрите, city и уже здесь Y нет. То есть Y как бы меняется на букву I и добавляется и S также, да. Точно так же мы можем с вами сказать про слово country. Country, страна. Посмотрите, у нас стоит в конце R, да, согласный. И после него стоит Y. И, соответственно, точно так же мы с вами будем изменять. Countries. Посмотрите, Y будет меняться у нас на I здесь, да. All right, so now let's look at these pictures of different people. So here we have A, B, C and D. And here we have some dialogues between people, yeah. But firstly, can you say what objects can you see in the pictures? Давайте посмотрим, какие предметы мы здесь видим на этих всех наших картинках. Boxes, yeah, four boxes, keys, phone, laptop, desk, laptop, lamp, and chair, yeah. Very good, отлично. И сейчас мы с вами послушаем аудио этих диалогов. И нам нужно будет соотнести номер диалога, номер аудио, который мы сейчас услышим, да. И картинку. Будем прям писать на картинке сейчас. Let's go. Hey, Anne, what's that? This is my new phone, my work phone. Nice. Yeah, some great games. Look at this, Jill. Ooh, and music. Wow, great. And here's a video of my baby. Sorry, ladies, lovely phone, but is this a coffee break? Oh, sorry, Mr. Fletcher. Hmm, good idea. Let's have a break. Three. Oh, thanks, Janet. No problem. What's in this box? It's very heavy. It's my new printer. And what's in those boxes? Oh, these small boxes are my office things. Oh, be careful! Oh, no, Denise. I'm so sorry. Oh, no. My new printer. I'm so sorry. Four. And come in here. This is my home office. Okay. And is that your new computer? Yeah, it is. Nice. Is it good? Yeah. Expensive? Yeah. Okay. So, students, number one, number two, number three, and number four. Yeah, we did it. And now let's look at these phrases on the right. These phrases on the right. We need to fill in the gaps in the dialogues here with these phrases. Нам нужно теперь с вами вставить вот эти фразы в диалоге, да, которые у нас здесь были. Ну и давайте, наверное, начнем с того, который мы сейчас слушали первый. Посмотрите, он нам дает, наш работодатель, да, дает нам ключи, говорит. These are your keys. These are your keys. Как на это можно ответить? Давайте посмотрим, что же мы здесь ответим. And is that your new computer? Подходит? I don't think so. My keys. Мои ключи, да. Вот он удивляется, помните? My keys. These are your keys. My keys. Great. Поехали дальше. Number two. Следующий диалог. И здесь, значит, первая девушка говорит. Hey, Annie, what's that? This is my new phone. My work phone. Как она может на это отреагировать? Видите, нам показывают новый телефон. This is my new phone. My work phone, yeah. Можем ли мы сказать на это? And is that your new computer? No, it's not a computer. Nice. Yeah, nice, of course. Nice. Да, класс, отлично. Good. Next we have three. What's in this box? It's very heavy. Да, очень тяжелая коробка. Что там? What's in this box? Что-то она отвечает, что там. And is that your new computer? А дальше она говорит. And what's in those boxes? А что же в этих коробках? Я, ну, вряд ли она спрашивает тут про компьютер, потому что дальше у нас опять вопрос. Конечно, она отвечает. It's my new printer. Это мой новый принтер. Great. Ну и последнее, что у нас осталось. This is my home office. Это мой домашний офис. And is that your new computer? Yeah, it is. Very good. Окей, а теперь давайте посмотрим на наши слова. These, that, these и those. И попробуем найти их сейчас в диалогах. Number one. These. Number two. That. These. Number three. These. Those. Number four. These. These. That. Посмотрите, что же значит все эти слова. Давайте попробуем догадаться из нашего диалога. Первое, да? Он ему дает ключи и говорит. These are your keys. Во втором. What's that? This is my new phone. Да? В третьем. What's in this box? И в четвертом. This is my home office. Посмотрите, когда мы говорим эти слова, мы обязательно указываем на что-то. Поэтому эти наши слова. These, that. These и those. Они у нас называются указательное местоимение. Когда вы кому-то что-то показываете. И все они имеют один и тот же перевод. По-русски мы будем переводить эти все слова, как слово это. Давайте сейчас посмотрим с вами наглядно, чем эти слова могут друг от друга отличаться. Вот этот наш пальчик, который здесь показан, да? Это мы, да? То есть яблоко это предмет, на который мы указываем. И вот посмотрите, все эти слова еще раз по-русски переводятся это, да? Так как мы их используем, когда мы на что-то показываем. Но разница в чем здесь, если вот мы смотрим на палец, как вы думаете? Разница в том, далеко ли от нас объект. И в каком числе этот объект. Во множественном, много чего-то. Или в единственном. Это что-то одно. Окей. Так, но давайте посмотрим. Первое. Это что-то близко. Как вы думаете, когда мы говорим это яблоко, да? Это яблоко. Как мы скажем? Мы, конечно, скажем с вами this. This apple. Great. Если у нас что-то близко и этого много, мы будем говорить с вами these. These apples, да? Когда у нас много яблок, да? Не забываем ставить S-ку, множественное число, о чем мы сегодня с вами говорили в начале занятия. Next. У нас далеко одно яблоко. Здесь мы говорим that, да? Оно далеко. А когда далеко много яблок, мы будем говорить с вами those. И опять-таки не забываем ставить S-ку во множественном числе. Good. И давайте вот здесь мы с вами отметим, что если у нас полное предложение, например, это яблоко. Это является яблоком, да? То есть здесь нам нужно будет добавлять наши слова am, is, are, которые мы с вами проходили в самом начале нашего курса. Если вы не смотрели еще предыдущие занятия, обязательно их посмотрите. Ну, а мы с вами вспоминаем, да? Когда у нас единственное число, да? Он, она и кто-то в единственном числе является, да? Например, он мальчик. He, mm, a boy, да? Или там он папа. He, mm, a father. Да? Что мы будем говорить? Конечно, мы говорим is. И, соответственно, когда у нас что-то в единственном числе, как вот здесь, да? This или that, мы будем говорить с вами is. На всю эту колонку, да, мы будем говорить с вами is. А если у нас что-то во множественном числе, мы говорим они являются, то, конечно же, мы будем говорить с вами are. На примере, да, это все выглядит вот так. Так, this is an apple. Это яблоко. These are apples. Да? Это яблоки, да? Не забываем про множественное число. Не забываем про are, да? Это является яблоками. То же самое и здесь, да? То, that is an apple. То, яблоко, да? То является яблоком. Или those are apples. Да? То же самое. То, да? Или вот мы показываем, по-русски переводим это, но оно далеко, да? Это яблоки, да? Вот там они лежат. Those are apples. All right, students. И давайте мы сейчас закрепим все, что мы сейчас с вами прошли. Давайте посмотрим сейчас в диалог. Вот он наш диалог. И нам нужно будет здесь в пропуске вставить наши слова, да? Не забываем, помните, как мы скажем это, да? Это будет либо у нас this, либо that. Это все в единственном числе. Да? Помните, это у нас близко, это у нас далеко. Или же у нас это может быть these во множественном числе, когда у нас что-то близко. Или those во множественном так же числе, когда у нас что-то далеко, да? Окей, поехали. Итак, в начале мы можем здесь с вами увидеть, что у нас тут is, единственное число, и are, множественное число, да? Вот это уже нам показывает на то, какие тут будут слова. Далее, посмотрите, вот в этой фразе важно посмотреть вот на конец, да, ее over there. Слово there переводится как там, там, далеко. Если у нас далеко что-то, как мы скажем, единственное число далеко. That, конечно, that. А множественное, посмотрите, число с are, да, и много, соответственно, чего-то и далеко. Конечно, это those. Давайте прочитаем. Микки, that is the student's room, and those are my friends over there. Да? Как переведем? Микки, это класс, а это мои друзья вон там, да? Но по-русски мы говорим это, но мы подразумеваем, что это все-таки где-то over there, да? Вон там. Не прямо здесь они у нас стоят, а они где-то вот вдалеке. Next у нас вопрос с вами. Where are they from? Помните этот вопрос? Если нет, смотрите предыдущие занятия. Этот вопрос переводится откуда они, да? Where are they from? They're from Italy and Brazil. Они из Италии и Бразилии. Hi everyone. Is Micky from Japan? Да? И вот посмотрите, из опять тут, ну так как мы говорим про Микки, он один, ну и мы, соответственно, продолжаем диалог. Они из Италии и Бразилии. Привет все. Это Микки, да? Мы показываем, вот это Микки. Он же тут рядом с нами стоит, да? Раз мы на него, мы с ним стоим, говорим, поэтому мы скажем, что это this, да? Так как видите, у нас кто-то рядом. This is Micky from Japan. Это Микки из Японии. Hello. Okay, Micky. Here is our classroom. And M is our teacher. Посмотрите, here, вот это слово тоже, как и there, нам показывает на то, что это где-то рядом. Here, это здесь переводится. И у нас тут единственное число. Если это рядом и в единственном числе, соответственно, ставим this. Okay, Micky, here is our classroom. And this is our teacher, Mrs. King. Okay, Micky, вот наш класс. Это наш учитель, Mrs. King. Да? И здесь в диалог вступает учитель, соответственно, Mrs. King. И она говорит, yes, да. Who? А кто это? Кто это меня зовет, да? Она спрашивает. Ну, наверное, если она не знает, кто это, кто это ее звал-то, да? Наверное, мы спросим, who's that? That, потому что who's, да, у нас единственное число. И that, потому что мы не знаем, он не рядом с нами стоит. Кто это меня зовет? Она спрашивает. Oh, hello, Sylvie. А, теперь она видит, да, что это Sylvie. And you're the new student, yes? А ты новый студент, да? И отвечает Микки. Yes, I'm Mickey. Hello. Да, я Микки, привет. Hello, Микки. Говорит учитель, да, привет, Микки. Welcome to the class. Добро пожаловать в наш класс. Is your course book? Course book это учебник. А is это единственное число. Вспоминаем, да, что это единственное число. Она говорит, вот твой учебник. Это твой учебник. Наверное, раз она ему прямо вот показывает на него, это уже будет this, да, что-то близко, да, у нас. This is your course book. Это твой учебник. Thank you. And have one of dictionaries here. Посмотрите опять here, здесь. Dictionaries, посмотрите, да, у нас тут is. Это множественное число. Помните, кстати, что такое dictionary-то у нас? Словари, именно так. Соответственно, one of these dictionaries, да, потому что у нас множественное число, и это рядом, соответственно, these dictionaries. То есть возьми один из этих словарей здесь. Thanks. Please sit down. Desk is free over there by the window. Опять мы видим с вами over there. Вон там, да, и desk, это парта, это наш стол рабочий, да, вот она говорит, там стол свободный. Стол у нас, опять-таки, единственное число, один. Там далеко, соответственно, мы говорим that. Please sit down. That desk is free over there by the window. Yeah? So, good job. Давайте прочитаем теперь весь наш диалог. Микки, that is the student's room, and those are my friends over there. Where are they from? They're from Italy and Brazil. Hi, everyone. This is Miki from Japan. Hello. Okay, Miki, here's our classroom, and this is our teacher, Mrs. King. Mrs. King? Yes, who's that? Oh, hello, Sylvie, and you're the new student, yeah? Yes, I'm Miki, hello. Hello, Miki, welcome to the class. This is your course book. Thank you. And have one of these dictionaries here. Thanks. Please sit down. That desk is free over there by the window. Very good. Я вам сейчас покажу предмет, покажу его либо близко со мной, либо далеко от меня, и вам нужно будет сказать фразу, да? This is, если это что-то близко и оно одно. These are, если что-то близко и чего-то много. That is, если что-то далеко и оно одно. Или those are, если что-то далеко и его много, да? All right, окей, это близко, посмотрите, вот я их держу, я говорю, это часы, да? Это часы, видите, какие часы? Как мы скажем? This is a watch, да? Не забываем э ставить перед предметом, да, когда он один. This is a watch. Very good. Okay, phone, посмотрите, он у нас лежит где-то вон там, я показываю. Это телефон. That is a phone. Very good, отлично. Good. What else? Here. Look, I have a lot of... What is it? What are they? Да, что это такое у меня здесь? These are notebooks. Не забываем эску. These are notebooks. А если бы вот эти мои тетради лежали бы где-то далеко, вот где-нибудь там, вот там, вот где-нибудь, да, лежали, то вы бы мне сказали, это тетради далеко, вот там. Those are notebooks. Good. Надеюсь, вам теперь стало абсолютно понятно, как мы указываем на наши предметы и как мы про них рассказываем. Подписывайтесь обязательно на мой канал, чтобы не пропустить следующие занятия. Ну и, конечно, ставьте лайки, если это видео вам понравилось. See you next time.